Утро на радиозвезда Мы занимались формой, ассоциированной с мутациями в гене глюкоцеребразидазы. Мутации приводят к тому, что этот фермент снижает с него активность. Мы взяли за основу эту молекулу и добавили химические модификации, повышающие растворимость этого соединения. Построена была модель полноатомная глюкоцеребразидаза фермента. Было перепробовано около 14 модификаций, и скрининг мы проводили на пациент-специфичных клетках. Одно соединение показало большую эффективность в восстановлении активности данного фермента по сравнению с подобными соединениями, которые сейчас разрабатываются зарубежными коллегами. Работа сделана совместно с ИЦИГО-САРАН. Также принимали участие исследователи из Америко-генетического научного центра Москвы, где, собственно, была оценена активность этого фермента. Препарат, в первую очередь, будет предназначен для одной конкретной формы болезни Паркинсона, ассоциированной с мутациями в гене, которые кодируют данный фермент, глюкоцеребразидазу. Ну а во-вторых, конечно, он не сможет вернуть обратно нейроны, которые погибли уже в головном мозгу. И направлен он будет на то, что замедлят нейродегенерацию. Но если его применять, конечно, на ранних стадиях, при первых симптомах, если удастся замедлить нарастание симптомов, конечно, это будет большая удача. Потому что сейчас не существует ни одного препарата, который бы это делал. Во всем мире болезнью Паркинсона страдает примерно 2% населения старше 60 лет. Ученые до сих пор не могут установить ее причины. При патологии гибель нервных клеток нельзя остановить, но можно замедлить этот процесс благодаря лекарствам.